Добрый день, уважаемые коллеги! Судя по количеству народа в зале и глядя за окно на прекрасную погоду в Петербурге, что бывает не так часто, могу сказать, что данная сессия действительно актуальна. И надеюсь, что мой доклад немножко приоткроет, так сказать, занавесу того, чем мы занимаемся. Я являюсь клиническим ординатором НИИ онкологии имени Петрова. Также я являюсь резидентом высшей школы онкологии первого набора. И, собственно, в тему моего доклада входит, наверное, даже не столько рассказать о том, кто мы, сколько рассказать то, чем мы занимаемся, что это такое и какие мы преследуем цели. Итак, на данной фотографии представлены два наших набора. Причувствуя, так сказать, ваш вопрос о том, что же такое высшая школа онкологии, почему называется высшая школа онкологии, если мы обратимся в интернет-энциклопедию Википедия, то мы увидим, что высшая школа – это место, где люди обучаются навыкам для своей будущей профессии. На наш взгляд, это идеальное определение того, чем мы планируем заниматься, что мы планируем развивать. Если говорить о наших резидентах, то на данный момент у нас представлено 16 человек, 10 из которых – это хирургические онкологи, 4 – это 4 резидента-химиотерапевта. Я являюсь резидентом именно химиотерапии, один детский онколог и один патоморфолог. Средний балл резидента ВШО составляет 4,8. Каждый из нас изначально, когда был объявлен этот конкурс, прошел три отборочных тура, два из которых это были заочные, по баллу диплома, по публикациям, по написанию статьи. И третий проходил непосредственно вне онкологии Петрова. Благодаря профессорам был осуществлен отбор тех людей, которые сейчас находятся в нашем составе. Если мы посмотрим на географию ВШО онкологии, то вы можете заметить, что многие из ребят не являются жителями города Санкт-Петербурга. И поэтому наша география достаточно обширна и включает в себя страны СНГ. Изначально основной базой нашего обучения является НИИ онкология имени Петрова. Данный проект был создан фондом профилактики рака и учитывая, что это стипендиальная программа, некий грант, у нас имеются свои спонсоры. Это Биокаст, ППФ страхования жизни и такие дела, с помощью которых наши ребята могут обучаться в институте, могут осуществлять какие-то поездки и получать стипендию. Помимо основной базы, помимо НИИ Петрова, у нас есть так называемые базы-партнеры. И, собственно, как в Санкт-Петербурге, так и в городе Москве. В Санкт-Петербурге это ленинградский областной диспансер, клинический научно-практический центр и, собственно, университетские клиники СПБГУ. Что же касается Москвы, то буквально не так давно я и моя коллега, детский онколог Ольга Молостова вернулись из, так сказать, длительной ротации, которая осуществлялась практически в течение трех месяцев, где на базах непосредственно мы познакомились с руководителями, с работой отделений и так далее. Это лечебный реабилитационный центр, это 62-я онкологическая больница и центр имени Димы Рогачева. Переходя, прежде чем сказать о наших основных идеях нашего проекта, хочу вспомнить одну историю. Это еще произошло, когда только был осуществлен первый набор, и нас было всего на тот момент 9 человек. Мы пришли в фонд профилактики рака, где у нас состоялся первый на тот момент кружок именно журнального клуба, и тогда Вадим Гущин задал, наверное, самый простой вопрос. Каким вы видите себя через 20 лет? На тот момент, наверное, мы все немножко не понимали, для чего такой вопрос задан, и каждый ответил по-своему. Да, мы разные, но в одном мы были едины. Это в том, что мы хотим стать профессионалами. Поэтому это стало одним из главных принципов, это стать профессионалами и, собственно, научиться навыкам лидерства в онкологии. Но, понимая вопрос, что же такое профессионал, у каждого это разное. Что же мы подразумеваем под понятием профессионал? Для нас это определенная триада. В данную триаду мы включаем, во-первых, это знания и умения. Основы постдипломного образования основаны на том, что имеется дидактический метод, это когда мы читаем, это когда мы слушаем вебинары, которые, допустим, как многие из вас, присутствуют на научно-практических конференциях. Но можно сказать, что этого недостаточно. Это недостаточное обучение, оно не настолько эффективно, как могло бы быть. Второй момент – это обучение других. Я чуть позже расскажу про обучение конкретно в нашей организации, но существуют данные, которые говорят о том, что когда ты обучаешь другого человека, ты узнаешь еще, открываешь для себя много нового и, соответственно, помогаешь своему коллеге. И третий момент – это научная работа. Ну, я думаю, здесь ни для кого я открытие не сделала. Что же касается знаний и умений конкретно у нас. Учитывая, что все мы находимся на базе, каждый распределен в свое отделение, с периодической ротацией на другие, основным источником литературы для нас явилась книга под редакцией Девита. Замечательная книга. Кто имел возможность полистать ее на досуге или даже просто почитать, я думаю, поймут нас в том плане, что изначально эту книгу нереально читать. Ее невозможно прочитать там, не знаю, как любую другую российскую или зарубежную статью открыть, прочитать и все. В этой книге собраны основные фундаментальные исследования, которые не дают четкого понятия, что вот вы должны сделать только так или так. Они дают данные, а доктор для себя должен решить, приемлемо для него, неприемлемо. То есть критически, с одной стороны, оценив это и постараться применить в практике. Также наши ребята, это в частности хирурги, они проходят кадавр-тренинги, по абдоминальной хирургии, но уже как был такой задан вопрос из зала Михаилу Владимировичу, насколько в принципе это эффективно. Но я думаю, здесь после сессии будет о чем поговорить еще и нашим хирургам, как бы начинающим, и Михаилу Владимировичу. И еще один момент – это онлайн-курсы. В частности, это Курсера и EDX. Что же касается этих курсов. Стоит отметить, что эти курсы являются бесплатными. Это обычное приложение, которое можно закачать либо на телефон, либо на компьютер. Там представлены различные разделы, но в частности, как для нас, это интересно, медицинская онкология, где мы можем пройти определенный курс. Тем самым мы узнаем что-то для себя новое, и в дальнейшем можем это применять в клинической практике. Следующим китом является этот навык принятия решения. Ну, наверное, в последнее время, как никогда, очень часто стали говорить о таком понятии, как evidence-based medicine или доказательная медицина. Те, кто сталкивались с ней, те, кто пытаются следовать этим требованиям и так далее, наверное, понимают, что заниматься доказательной медициной это не значит следовать гайдлайнам или выполнять чьи-то рекомендации. Это не говорит о том, что вы занимаетесь доказательной медициной. Доказательная медицина – это способность оценить ту или иную информацию, будь то статья в научном журнале или какая-то другая статья, и постараться эти знания, критически осмыслив ее, применить в конкретном случае. Допустим, если это хирурги, оценить статью того же самого биопсийного лимфатического узла при раке молочной железы и понять, действительно ли оно того стоит или нет. Так же самое и у нас у химиотерапевтов. Что же мы придумали? Точнее, нет, наверное, мы действительно не являлись какими-то первооткрывателями. Это случилось ровно два года назад, когда только набрали первый, когда был осуществлен первый набор, и на тот момент директор фонда профилактики рака Илья Фоменцев, познакомившись с Вадимом Гущиным, обсудили тему, как можно помочь девяти начинающим ребятам в достижении какого-то профессионализма и стремлении стать хорошим врачом. И было предложено такое понятие, как журнальный клуб. Я думаю, вообще сколько слышали из аудитории, что такое журнальный клуб, может быть, кто-то занимается в нем и так далее. Поднимите руки. Супер. Смотрите, ну, все равно, как бы, большая часть, я смотрю, ну, наверное, не имели возможности пока позаниматься в этом. Изначально, что же такое журнальный клуб? Немножко отступлю от основной темы, окунусь буквально на пару минут в историю. Можно сказать, что журнальный клуб еще первый был осуществлен в 19 веке. То есть в 19 веке был первое заседание, но как таковой в практику он вошел с 20 века, и это является неотъемлемой частью обучения резидентов как европейского общества, так и американского общества. Что же такое, как провести журнальный клуб? Наверное, я не буду здесь рассказывать о том, какие мы хорошие, о том, как мы можем заниматься. Нет, это не суть. Суть в том, что журнальный клуб можно провести в обычных условиях. Как у нас это начиналось? Изначально мы каждую субботу собираем... Нам Вадим заранее присылает на почту статью. Статья обычно где-то из страниц до 10. И в течение недели мы должны не просто ее прочитать, мы должны подготовиться к ней. Что значит подготовиться? Помимо прочтения статьи, вы должны прочитать дополнительную информацию, например, главу из Девита. А главу из Девита прочитать это надо терпение и силы. И ранее мы собирались просто в фонде профилактики рака, но потом мы поняли, что это неудобно, потому что у наших любимых хирургов-резидентов возникают то операции, то перевязки и так далее. И мы начали собираться изначально на квартире у наших ординаторов. Так сказать, у нас начался такой подпольный клуб, где по скайпу мы на протяжении двух часов обсуждали тему. Какие проблемы могут возникнуть во время проведения? Очень часто участники клуба, хорошо мы прочитаем эту статью, мы прочитаем главу, но начать разговор мы не знаем с чего. И для этого у нас есть Вадим, который своими вопросами наталкивает нас на развитие мысли, тем самым обучая какому-то критическому мышлению. Мы пытаемся рассмотреть плюсы и минусы статьи, пытаемся понять, как мы можем применить это, допустим, в той же самой Европе или как мы можем это применить в России, будь то это какой-то федеральный центр или это какой-то центр, который находится где-нибудь в Сибири. Значит, для достижения каких целей необходим журнальный клуб? Ну, изначально вы обучаетесь, вы читаете достаточно много литературы. На данный момент, скажем так, качественных исследований, качественных статей именно на русском языке не так много. Поэтому зачастую наши, практически всегда наши статьи, это на английском языке, и тем самым наши ребята подтягивают уровень английского языка, потому что ты должен прочитать это, ты должен понять и осознать. И, собственно, какие проблемы могут быть? Столкнувшись, когда в первый год у нас был еще только первый набор, мы столкнулись с той проблемой, что хорошо мы сначала собираемся на квартире и по скайпу общаемся друг с другом, но когда у нас прошел второй набор, и нас стало в два раза больше, мы перестали помещаться как в квартиру, так и в камеру ноутбука, НИИ Петрова нам предоставили отличное помещение, и мы смогли связываться уже с Вадимом по связи GoToMeeting и обсуждать статью. Далее, когда проблема появилась, когда наши ребята поехали на различные ротации, различные конференции появились, и возможность пропускать клубы, ну, все-таки не так хочется, потому что тема зачастую очень интересная. Вот, и поэтому по этой связи GoToMeeting мы можем подключиться вне зависимости, где мы находимся, и поучаствовать в обсуждении статьи. Вполне логичный вопрос, а почему мы должны проводить журнальный клуб? И для этого, так сказать, окунувшись в доказательную медицину, я представляю вам обзор, в котором, в двух словах, если сказать о нем, там было несколько групп, значит, семь групп конкретно пытались заниматься доказательной медициной, так же самое, включая туда журнальный клуб, и восемь групп занимались чисто журнальным клубом. Данное исследование было проведено на резидентах хирургического профиля, и оно показало, что проведение журнальных клубов улучшает как правильность, критичность принятия решений, знания улучшает и так далее. То есть, в принципе, это то, к чему стоит, наверное, стремиться, потому что, ну, как вы уже поняли, это не доставляет каких-то огромных затрат. Теперь немножко поговорим о структуре наших занятий. Изначально первый год, когда мы только начинали, мы слабо понимали вообще, для чего нужны эти журнальные клубы, но все-таки ходили, и через какое-то время мы с радостью на лице осознали, что же, что, для чего все-таки это все надо, за этот период у нас прошло 79 занятий. У нас были перерывы, это праздники, ну, новогодние праздники, и, собственно, летом один месяц мы прекращали наш журнальный клуб, а так еженедельно по субботам два часа мы обсуждали какую-либо статью. И я немножко, я решила представить вам в процентном соотношении, что и как. Большую часть это была разобрана общая онкология под руководством Вадима Гущина. Далее у нас был разобран курс по лучевой терапии, также палеотивная терапия и гематология, морфология опухолей. Что касается радиологии, палеотивной терапии и гематологии, то здесь принимали участие, мы им очень благодарны, профессора из МД Андерсон, из Маркред Хоспитал, и это замечательно. Ребята настроены на то, что они готовы поделиться теми знаниями, что у них есть. Это круто, я считаю. Что же касается морфологии опухолей, то здесь даже было два очных занятия, приезжала Анна Емельянова, не вспомню по отчеству, Анна Емельянова из МД Андерсон, и Никита Александрович Савелов. Он работает патоморфологом в 62-й онкологической больнице. Были достаточно продуктивные семинары, в результате которых могли мы пообщаться с врачами, и, собственно, некоторые коллеги из НИИ тоже могли пообщаться с ними. Следующий кит, без которого, наверное, невозможно представить профессионального врача, это навык общения с больными. Возможно, сейчас по залу может пройти такой небольшой шепоток, зачем мне это надо. Я и так умею общаться с пациентом. Я могу открыть дверь и сказать, здрасте, у вас такой диагноз, до свидания. Но стоит отметить, что, допустим, за рубежом навык общения с пациентом входит в программу обязательного экзамена. То есть, и это очень важный момент. У нас было проведено три семинара по шесть часов в течение двух лет. Вадим приезжал в Россию, он давал мастер-классы как нам, так и, собственно, другим ординаторам НИИ-онкологии. Изначально это было как разбор случаев, именно теории, да, как мы должны себя повести, как начать беседу. Потому что онкология – это, скажем так, это не терапия. В онкологии достаточно сложно сказать пациенту о том, что у вас выявлен страшный диагноз или о том, что, к сожалению, ваша болезнь начала прогрессировать. Вот. Далее у нас следующие семинары состояли больше практические. И, как вы видите на этих фотографиях, собственно, проходили, так называемые, проходила ролевая игра, где был врач и был пациент. И в дальнейшем даже на наших журнальных клубах мы стараемся уделять где-то 15-20 минут разбору тяжелых клинических случаев в плане общения. Как сказать, как себя повести в такой ситуации. Потому что все мы, наверное, сталкивались с тем, что человек может по-разному отреагировать. Теперь немножко поговорим о лидерстве в онкологии. Не знаю, почему так сложилось, но некоторые думают, что из ребят высшей школы онкологии готовят будущих глав врачей или, как минимум, заведующих отделений. Это не так. Лидерство в онкологии... Лидерство, в принципе, вы можете спокойно прочитать цитату Джона Адамса, что лидер – это не обязательно высшестоящий человек. Лидер – это тот, который может зажечь идеи и внедрить что-то новое. Вот кто лидер, который может вести за собой. Что же касается лидерства в онкологии? Конкретно для пациентов и отделений это улучшает как лечение пациентов, так и эффективность работы на отделении. К примеру, не знаю, вы побывали на стажировке где-нибудь в Европе, и вы понимаете, что у них отлично заполняется система. Допустим, у них работа с документами очень мало занимается врач, и думаете, хорошо, надо постараться внедрить это. И приезжая, допустим, в свой центр, вы предлагаете какие-то идеи. То есть вы должны, наверное, основываясь даже больше на принципах доктора Мартина Лютера Кинга, вы должны, собственно, видеть то, к чему вы стремитесь, найти эту идею, способность урегулирования каких-то конфликтных ситуаций и в дальнейшем поблагодарить, поощрить тех людей, с которыми вы прошли этот путь и все получилось. И еще стоит сказать о том, что лидерство лидерами не рождается. Лидеры – это то, что поддается обучению. Это навык, который мы можем приобрести абсолютно все. Что же касается конкретно нас. Мы, вот здесь перечислены, да, все, в принципе, навыки, которыми должен обладать врач. В нашей программе мы используем некоторые, да, мы можем сделать только некоторые. Написание и развитие программ. Может быть, кто-то читал в Фейсбуке и так далее. У нас сейчас появился курс, который ведет Илья Фоминцев по написанию проектов. Будь то это написание проекту по скринингу, будь то это проект по улучшению работы в отделении, да, то есть, как бы, к этому пусть мы начинаем с малого, но мы ординаторы и мы учимся. Далее, обучение других. У нас, так как у нас много ординаторов, да, 16 человек, еще и третий набор сделали, мы разделены по группам. И особенность заключается в том, что ординатор старшего года пытается научить ординатора младшего года. Будь то это разбор статей, будь то это обсуждение каких-то проблем, да, допустим, это, будь то возникает с пациентом проблема, будь то это какая-то проблема отделения и так далее. То есть, возможность обучать его, возможность разбирать, давать какие-то навыки и так далее. Тем самым, резидент, который первого, который второго года, он закрепляет свои знания, а первый год он узнает что-то новое. Далее, исследовательская деятельность. Ну, благодаря нашим базам, практически каждый из наших резидентов имеет научную работу, которой он занимается и имеет свой круг интересов. Далее. Публичные выступления и презентации. Это очень важный момент. И хочется сказать, что те люди, которые, допустим, читают наши посты в Фейсбуке, что мы куда-то снова поехали, будь то ротация, будь то какая-то международная конференция. Нет, это, с одной стороны, да, это может показаться, что 16 ребят-выскочек пытаются показать, какие они хорошие. Нет, цель немножечко другая. Цель в том, чтобы научиться выступать, научиться перерабатывать информацию и давать ее в осмысленном виде. Цель научиться делать конкретную работу, выступления как на международном уровне, так и на российском. Ну и, собственно, эффективная коммуникация, да, как мы говорили, это не только общение с больными, это и общение с коллегами, да, урегулирование каких-то конфликтов. Вот. Немножечко о наших результатах. Чего мы добились за два года? За два года у нас было 14 выступлений на российских конференциях. Сюда входят как доклады, так и клинические какие-то презентации в плане разбора статей clinical case, видеодоклады и постерные доклады. Сюда мы включили вот эти моменты. Далее. Участие в зарубежных конференциях. Ну, здесь я не стала разделять, но так я вам скажу, что вот 25 конференций, 13 из них было, это грантовые поездки ESMO. Если кто был на прошлых белых ночах, то Юрий Игоревич Комаров рассказывал об этих грантах, как их можно получить. И это отличная возможность ездить и обучаться у ведущих специалистов. Да, это несколько дней, день, два, три, но это уже то, во что вы можете окунуться. Далее. И у нас было 12 поездок, собственно, не от ESMO, то есть это наши ребята совместно со своими научными руководителями ездили и представляли, и делали презентации. Далее. Выступления на зарубежных конференциях. Вот здесь так же самое мы включали сюда, как постерные, видеодоклады, клиникал-кейсы и обычные доклады. Буквально вчера у нас Екатерина Баронна доложила клинический случай. Она сейчас находится у нас в Великобритании на обучении. И это тоже замечательно. У нас есть опыт выступления на зарубежных конференциях. Это замечательно, потому что, во-первых, очень тяжело стоять, допустим, на российской конференции, когда ты знаешь родной язык, да, и тяжело подобрать слова, а когда ты стоишь в незнакомой аудитории, в незнакомой стране, это непросто. Поэтому этому надо обучаться с самого начала. Вот. И даже моя сегодняшняя презентация, это является ничем большим, как обучающий момент. Вот и все. Далее, научная публикация. За период имеется у нас 17 научных статей. Сюда входят, здесь мы выделили конкретно журналы, которые, перечень журналов, которые входят в ВАГ. Далее, 47 тезисов на российских конференциях представлено и 13 тезисов в зарубежных журналах. Итак, все, конечно, розово, плюшево и прекрасно, но риски проекта, они тоже существуют. Поэтому мы сделали определенный соцопрос, по которому вы видите, что лидируют, наверное, два момента. Это отсутствие финансирования и невостребованность выпускников со стороны госклинин. Отсутствие финансирования с вашего позволения я не буду комментировать, потому что это, скажем так, это то, что конкретно мы резиденты и помощники, так сказать, и те, благодаря кому мы учимся, не решают этот вопрос. Больше меня в этом случае заинтересовала эта невостребованность выпускников. Что же можем мы сделать? Очень непросто, скажем так, очень непросто быть тем человеком, который пытается что-то поменять, но вокруг тебя воспринимают все в штыки. Все считают, что ты не прав, обосновываясь только тем, что я так решил. И поэтому, если мы сможем создать какую-то общую, единую, единый округ такой, общество, того, чтобы мы могли заниматься одним и тем же делом, по сути, задача, наверное, каждого присутствующего здесь, это помочь больному. Каким образом это будет? Ну, наверное, решать каждому, но если мы будем с вами говорить на одном языке, это будет просто замечательно. Далее. Немножко, теперь я уже перейду к самим выводам, что же получилось у нас за эти два года. Мы постепенно начинаем осваивать навыки общения с пациентами. Навык общения с пациентом не осваивается за два-три семинара. Никогда. Такого не бывает. Это тот навык, который ты улучшаешь в течение своей профессиональной карьеры. Далее. Это академическое письмо. Благодаря написанию научных статей мы рассматриваем и видим, как это лучше написать. Мы пытаемся максимально, не побоюсь этого слова, европеизировать, европеизировать, чтобы у нас были как-то более стандартные наши абстракты, наши статьи и так далее. Основы рационального принятия клинических решений. Знаете, наверное, когда я только пришлась в этот проект, я очень мало знала об онкологии. Но теперь уже спустя два года, и когда я вижу какого-то пациента, если я вдруг не согласна с тем или иным решением, прежде чем прийти и хлопнуть дверью и сказать, нет, я не буду лечить пациента или вы неправильно, вы вообще думаете неправильно, перед этим, наверное, стоит подготовиться, найти статью, на основании которой ты хочешь руководствоваться и так далее. И уже в дальнейшем решить, стоит ли проводить то или иное лечение, показано оно пациенту или нет. Далее, основы онкоэпидемиологии. Благодаря Антону Борчуку и Марии Никитиной у нас проводятся курсы по онкоэпидемиологии и медицинской статистике. Они проходят на базе неонкологии Петрова. Далее, навык обучения. Ну, собственно, здесь я останавливаться не буду, и так всем понятно. И, собственно, планирование научной работы. Способность задавать вопрос, для чего мы делаем, создавать гипотезу, дизайн исследования делать и план исследования. Сейчас также мы разделены по группам, и у каждого есть свое небольшое исследование. Да, оно не глобально, и навряд ли оно попадет в Lancet или New England Journal of Medicine, но благодаря ему мы сможем хотя бы научиться, и в дальнейшем это нам поможет. Собственно, как и тем людям, которые захотят заниматься журнальным клубом и развиваться в этом направлении. Ну, и навык выступления, я думаю, пусть даже еще не все, но постепенно каждый им овладеет. Какие же у нас есть проблемы? Проблема это продолжительность обучения. Здесь уже было сказано о том, что онкологам, ординаторам недостаточно двух лет. После двух лет ты не можешь самостоятельно встать за операционный стол. Не всегда ты это можешь. После двух лет ты не можешь самостоятельно принять решение и сказать, вот, я буду сто процентов лечить этого больного этой схемой. Да, ты еще будешь спрашивать старших коллег, ты еще будешь интересоваться и так далее. Поэтому в программе Высшая школа онкологии мы все-таки решили немножко пролонгировать не то что ординатуру, обучение в этой программе до пяти лет. Далее, мануальные навыки. Ну, это проблема, наверное, не только наших хирургов, это проблема ординаторов, хирургов по всей стране. Далее, разрыв между теорией и практикой. Все замечательно. Статьи, разбор, все это прекрасно. Но когда ты порой приходишь в отделение, ты понимаешь, что, наверное, на данный момент это еще невозможно. Нужно еще пройти много и много этапов, прежде чем внедрить ту или иную манипуляцию. Далее, отсутствие координации между базовым и дополнительным обучением. Ну, как-то вот так принято, наверное, что у ординаторов ты выполняешь основную работу на отделении, а далее ты приходишь домой, открываешь книжку, есть у тебя силы, ты почитал, нет у тебя силы, ты не почитал. Так и остается. Наверное, если мы сможем совместить как-то и дополнительное обучение, и основное, это будет продуктивно. Мы сможем не только заполнять бумажки, мы сможем думать, а это важно, это очень важно. Это задача врача, наверное, прежде всего думать, а не заполнять. Далее. Отсутствие единого тестирования. Данное тестирование в плане даже здесь больше, допустим, наших ротаций. Вот мы буквально с коллегой, я уже сказала, ездили на ротацию в Москву, и нашим руководителям был отправлен определенный тест, на который они должны были ответить о качестве, то есть подготовке ординатора, какие плюсы, какие минусы, чего хотелось бы достичь и так далее. Благодаря этому мы сможем регулировать как-то корректировать свою программу, тем самым пытаться улучшать как свое образование и в дальнейшем помогать именно пациентам. Немножко теперь уже к выводам, к самим. Значит, наверное, мне кажется, что Высшая школа онкологии это достаточно жизнеспособный проект. Мы продержались два года, у нас есть свои результаты, и как, я надеюсь, что после моего рассказа вам будет понятно, ну, вам понятно, что это не требует каких-то больших, наверное, даже сильно финансовых затрат для проведения того же самого журнального клуба. Вы можете организовать это в своем диспансере, да, это то, что реально достичь. Далее, так как у нас, ну, у нас небольшой циф, да, у нас есть ординаторы, которые, к сожалению, покинули нашу программу. Далее, дополнительный преподавательский состав в настоящий момент увеличивается, это замечательно. Появляются люди, которые готовы провести с нами занятия, которые готовы чему-то научить. Это наш проект показывает то, что если ты начинаешь, то люди тянутся и хотят помочь тебе. Мы используем креативные методы обучения, такие как чаты, соцсети и удаленная связь. Что это значит? Можно использовать соцсети в рамках просмотра картинок с кошечками и так далее, но можно также использовать соцсеть как обсуждение каких-то клинических случаев. Да, мы находимся в разных отделениях, мы разные по таким внутренним специальностям, но всех нас объединяет одна тяга к тому, чтобы помочь пациенту посмотреть какой-то интересный случай. Далее. Современные принципы взрослого образования применимы в России. То, что раньше все говорили о том, что нет, западное образование вообще не применимо в России, что такое не может быть? Наверное, наш проект показал, что оно может быть. Да, пусть это в какой-то малой... Мы еще не так много лет, мы всего только начинаем, но даже уже за этот короткий период, я думаю, всем понятно, что это можно использовать, это применимо. И, собственно, возможность создания среды для современной онкологии в России, это то, о чем я говорила. когда у нас будет та среда, с кем мы сможем общаться на одном языке, когда мы будем понимать друг друга на одном языке, наверное, это будет плюс как для наших пациентов, так и для врачей. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Я выслушаю с того, всем вашим вопросам. Большое спасибо за замечательный доклад. На мой взгляд, конечно, это оптимальный проект образовательный для всех, без исключения специальности, не только онкологии. Но чего же греха таить, очень сильно упал ценз в Российской Федерации студенческого образования, да и общего. Я как недавно своего подшефного ординатора спросил, кто такой Феликс Эдмудз-Держинский, он преданно глядя мне в глаза сказал, известный польский хирург. И чтобы мне польстить, наверное, таракальный. Ну, это так, такая грустная преамбула. Два вопроса. Я правильно понял, что погружение в эту образовательную программу как-то негативно сказывается на мануальных навыках, особенно хирургов-ординаторов? У них не хватает времени просто. Нет, дело немножко не в этом. Дело в том, что, все равно, находясь на определенной базе, начинающему онкологу-хирургу, недостаточно именно доступа к столу, не всегда. Ну, здесь, наверное, я говорю, это проблема, которая повсеместна в России. То есть, именно мануальные навыки. Вот наши ребята-хирурги, многие, кстати, участвовали в грантах вот Амтека и ездили вот по этим грантовым программам, обучались и так далее. Но, наверное, каждому хирургу хочется блестяще оперировать свои, не знаю, 26 или 28 лет. Но, когда они подходят к окончанию ординатуры, они понимают, что ожидание и реальность сталкиваются. Наверное, вот по этому проблемам. Мне кажется, проблема все-таки немножко не в том. Кстати, девушка, которая выступала, она здесь беспокоилась, хватит ли время на ординаторов НИИ Петрова, когда этот проект внедрен, вполне объяснимо ее беспокойство, потому что не секрет, что в крупных центрах России ординаторам порой доступ к операционному столу просто заказан. В очереди не успевает достоять. Своих успеть к операционному столу. Поэтому, а не потому, что они перегружены литературой или поездками. Ну, ладно. Это дело такое. По поводу неустроенности на работу. Вы слишком образованы и умны для клиники, куда вы приходите? Или все-таки возникает какой-то диссонанс между коллективом и вашими чрезмерными лидерскими амбициями? Знаете, сказать о том, что мы слишком умны, это будет глупо. Мы не умны, Хотя бы знание английского языка уже выгодно отличает, например, от среднестатистического врачебного коллектива в России. Это совершенно точно, надо бы сказать. Поэтому вы действительно умны и образованы или все-таки действительно лидерские ваши претензии? Наверное, пугают больше какие-то лидерские качества, желания, понимаете, мы, во-первых, как координаторы мы хотим научиться и мы хотим принести что-то хорошее в отделение. Будь то это, не знаю, будь то это какой-то центр в Санкт-Петербурге или это будет центр какой-то в Красноярске. Да, мы хотим помочь. Мы просто хотим сделать лучше, потому что у всех единая цель встает. Это помощь пациенту и минимизировать какую-то бумажную работу врача. А на местах думают, что вы хотите заведующего посидеть. Но, между прочим, если хотите помочь, в Ханты-Мансийске сейчас строится замечательная больница и у них не хватает кадров. А в Биробиджане практически стопроцентная вакансия онкологов не занята. Супер, но, я говорю, прежде чем, на самом деле это отлично, почему бы нет, кто-то для себя найдет именно там, почему нет. Понимаете, можно очень долго пытаться пробивать себе дорогу в федеральном центре, будь то Москва, будь то Санкт-Петербург, но проблема-то встает не там, где федеральный центр, проблема встает там, где нету нормальной онкологии, к сожалению. Вот ваша миссия в этом будет, миссионерская и, так скажем, ваше подвижничество. Почему бы и нет, на самом деле. Вот предложение Ханты-Мансийская и еврейская автономная область. Наверное, знаете, я просто сама из Сибири и, наверное, предложение вернуться в Сибирь, почему бы и нет. Вопросы есть или у вас, Вадим Викторович? Там вот вопросы появились. Будет короткий комментарий, наверное, как бы, да, я один из организаторов этой программы к вашим вопросам, к Маше. По поводу неких, так сказать, невостребованности. На данный момент мы ее оцениваем чисто гипотетически, потому что, так сказать, вот ближайший выпуск из ординатуры, который состоится в июле, которому принадлежит Маша, как бы, они все устроены уже, на самом деле. И причем у них прекрасные отношения в отделениях, там никаких проблем нет. Но мы подозреваем, что с этим могут быть проблемы потом, когда мы начнем. Мы это просто предполагаем и, собственно говоря, предполагаем на основе опроса, так сказать, и не более того. Что же касается мануальных навыков, это проблема не, так сказать, резидентов ВШО, это проблема общая, абсолютно, потому что нет системы обучения мануальным навыкам, никто не умеет по большому счету системно учить мануальным навыкам. Это главная проблема, а не проблема там, что там нет времени, потому что они сидят за книжками и прочее, прочее. Это мы, так сказать, пока методом опросов, только как бы без количественной оценки, так сказать, поняли для себя, что, да, действительно, эта проблема в России не существует, не, так сказать, в одном, там, серьезном хирургическом отделении, системно хирургии не учат. Более того, у нас вторая проблема еще существует, у нас не разделены хирургическая и онкологическая специальность вообще никак, да, то есть люди, которые поступают в онкологию, зачастую просто они поступают с нуля после вуза, да, и не имеют никаких вообще мануальных навыков, вообще, по идее, это неправильно, правильно должно быть совершенно по-другому, они должны быть уже обычной хирургии общей, и учиться, в общем, по большому счету только онкологии, онкологической хирургии и организации правильной онкологической хирургии, больше организации, чем, собственно, хирургии, так сказать, но мы имеем то, что имеем, у нас эти специальности не разделены, де-факто мы обучаем одновременно и хирургии, и онкологии людей, как бы, внутри, и вот, собственно, так поэтому и получается. Еще вопросы будут? Я хочу еще немножко пояснить, потому что есть небольшая, ну, я не очень понял, то ли вы выпускаетесь после двух лет, то ли образование пять лет. Мое скромное мнение, что за два года вы, да, научились некоторым навыкам, но, скажем так, если меня спросили, могу ли я принять кого-либо из вас на работу, вот, сейчас, ответа... Балтимор. Да, ответа однозначно нет, потому что вы не обладаете навыками, да, то есть это, я, в общем, поскольку у меня цель такая, воспроизвести свой опыт, скромный опыт обучения, которое я получил в Америке здесь, то ответ однозначный, то есть вы можете получите диплом ординатора в Институте Петрова, но единственное, что от меня получите, так вот это, вот эту кружку, на которой, кстати, написано «It's better to light a handle than to curse the darkness». Спасибо большое. Вот это наша... Спасибо большое, вы добились. Есть куда дальше двигаться. То есть есть куда дальше, и я думаю, что, ну, скажем так, если обратно серьезно говорить, что я не знаю, как Илья, но я не готов вам давать никакого диплома пока. Ну, это обоснованно, это, наверное, понимает каждый из наших резидентов, потому что чем больше ты учишься, тем больше ты понимаешь, что ты все меньше и меньше знаешь. Сократовский тупик, получается. Да, именно. Сократовский тупик, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.